Продолжение следует... Она старается, ну если не дружить с органами власти, то сотрудничать и лояльно относится к власти сама, пресса. То есть, скажем, государственные телеканалы, ну я помню, работал министр информации, я знаю, что они ждут указки сверху, какую конкретно информацию дать, осветить. Частные телеканалы тоже озираются, чтобы не было у них там неприятностей, вдруг они не в том ключе подадут или еще что-нибудь в этом роде, понимаете? Продолжение следует... Журналист для себя сам самоцензуру сделал уже давно. Вот, достаточно много представителей журналистского корпуса, они просто работают на своего учредителя, работают в рамках той редакционной политики, которую то или иное издание приняло. Вы сказали, что в этой дефамации и декоментированной политике есть противники, да, высших эшелонных властей? А вы можете сказать, хотя бы какие-то госорбаны или кто-то из политиков, чтобы журналисты знали? Я думаю, что вы сами можете это назвать без труда. Конечно, я сказал же, высшие эшелоны власти, понимаете, да? Но вы же журналисты, вы понимаете, у вас какой есть минус? Вы только задаете вопросы. А вы тогда должны называть себя не журналистами, а репортерами. Вы должны не только задавать вопросы, а тут же расшифровывать. Если советник главы государства произнес это словосочетание высших эшелонных властей, то вы должны как журналисты элементарно знать, что высшие эшелоны власти – это администрация, это парламент, это правительство, это силовой блок. Неужели непонятно? Так вам надо все расшифровать. Теперь я еще должен фамилии назвать высших журналистов? Журналист, да. Послушайте, вы журналист или следователь? Я на допросы? Я должен ответить на эти ваши все вопросы? Вы все это запротоколируете и отдадите соответствующие органы, чтобы меня привлекли за клевету, за оскорбление личности и так далее. Вы этого хотите? Нет, мы вообще-то хотим это понимать. Я вам говорю, что у вас некорректная постановка вопроса. Научитесь задавать вопросы. Продолжение следует...